МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я научился трудиться, работать в полную силу. Десногорские школьники смогли заработать летом. Мастер-класс для воспитанников клуба ВДВ. Вот такой фестиваль! Атомный угар на берегу водохранилища. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Наша область переходит на новую схему работы в сфере обращения с отходами. Вывозом мусора, его сортировкой и утилизацией будет заниматься региональный оператор компании, выбранная администрацией Смоленской области по конкурсу. Сейчас в регионе работают 14 полигонов. В планах властей построить две мусороперегрузочные станции и сортировочные пункты, так как с 2018 года захоронение не отсортированных отходов будет запрещено. В администрации Десногорска подвели итоги двух электронных аукционов на право выполнения работ по ремонту муниципальных дорог Н9А и Н12. Кто признан победителем, расскажем в нашем сюжете. В аукционах участвовали две компании – Смоленский Автодор и Рословский ДЭП-44. По результатам рассмотрения конкурсной документации наиболее выгодное предложение было получено от ДЭП-44 с сокращением первоначальной стоимости порядка 18%. Напомним, дорога Н9А – от плотины до перекрёстка на Кукуевку, Н12 – от перекрёстка УТЦ до объездной дороги вдоль 4-го микрорайона. Ранее состоялся конкурс на ремонт дороги Н4, проходящий у нас вдоль храма всех скорбящих радостей. Работы по ремонту этих дорог должны быть выполнены до 30 сентября. В Смоленской области сформированы группы по мониторингу федеральных законов. В их состав вошли эксперты, активисты общественных организаций и представители региональной власти. Законы, исполнение которых будут контролировать рабочие группы, касаются торговой деятельности, создания лесопарковых зон и вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Первый этап мониторинга завершится в конце августа. В Смоленске повторили фестиваль красок. Битву устроили на аэродроме Южный. Фестиваль «Мэйвэй» стал традицией. В этот раз занятия по душе смогли найти как взрослые, так и дети. Вход на праздник был свободный. 125 десногорских школьников смогли поработать в период летних каникул в этом году. Фронт работ ребятам предоставляли Смоленская АЭС и администрация города. Около 14 лет назад директор третьей школы Десногорска Раиса Каменева обратилась в Комитет по образованию с предложением создать в городе летний трудовой лагерь, в котором подростки будут отдыхать и работать. Администрация города и руководство Смоленской АЭС ее поддержали. С тех пор традиция продолжается. В этом году в июле в лагере «Круто» первой десногорской школы работали 125 подростков. Ребята трудились на территории города и объектах Смоленской АЭС. 21 день пролетел для детей и взрослых как одно мгновение. 29 июля состоялось торжественное закрытие смены. Появился шанс попробовать себя на первой своей работе. Я научился трудиться, работать в полную силу. И к тому же тут нашел много очень друзей, тут очень весело. Меня пригласили друзья. Они сказали, что тут очень хорошо проводят время, играют, веселятся. Также тут работают. Работа не пыльная. А что вы делали? Ну, я работала в архиве. Поздравить ребят с завершением трудовой смены в школу на торжественное мероприятие пришли почетные гости представителей комитета по образованию Смоленской АЭС и глава города Вячеслав Седунков. На радостной ночь я думаю, что сегодня мы все попрощаемся с этим лагерем, мы попрощаемся только в этом году и в следующем году. Обязательно мы его снова соберем и обязательно будем радостно приветствовать открытие. Организация детского труда – это всегда большая ответственность. Руководители лагеря благодарны всем, кто принимал в этом участие. Огромное спасибо всем, кто был с нами ровно 21 день. Это весь город, наверное, видел нашу работу. На территории цеха обеспечивающих систем Смоленской АЭС трудились 80 подростков. Ребята облагораживали клумбы, работали в архиве, убирали территорию Трояновского сброса и скалодром. Мы вывезли на полигон 11 тракторных тележек мусора. Если каждая телега, прицеп около тонны, то более 10 тонн. Все воспитанники лагеря за свой труд были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. Смолянка украла из банка, где работала почти 2 миллиона рублей. 27-летняя девушка пошла на преступление, чтобы оплатить собственные кредиты. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Смоленские таможенники на границе не пустили в Россию фуры с польскими яблоками и турецким виноградом. Санкционный груз пытались ввести белорусские перевозчики. Яблоки были уничтожены, виноград вернули стране-производителю. Для юных бойцов военно-патриотического клуба ВДВ сотрудники спецподразделений и кинологи области устроили незабываемые показательные выступления, как это было в нашем следующем репортаже. Первыми выступили специалисты кинологической службы. Подполковник полиции Виталий Балакин показал ребятам общий курс дрессировки служебных собак. Затем был продемонстрирован мастер-класс по поиску взрывчатых веществ и обнаружению опасного преступника. Служебные собаки с доблестью справились с поставленной задачей, чем привели ребят в полный восторг. Всегда нужно учиться чему-то новому. Ребята показали сегодня мастер-класс. Очень довольно было неплохо всё. Поэтому это ребятам дальше в дальнейшей службе пригодится. Особенно мальчикам, кто пойдёт в армию. Затем ребят ждали показательные выступления сотрудников ОМОНа. Они высадились из боевой машины и провели рукопашный бой как с холодным, так и с огнестрельным оружием. Сотрудники СОБРа организовали для ребят выставку оружия и рассказали о представленных моделях и их тактико-технических характеристиках. Все виды, которые им дают возможности в данных войсках, и специальное назначение. И выживание, и картография, и огневая подготовка, соответственно, и специально тактическая разведподготовка. Стараемся обхватить как можно больше. И не только виды подготовки даём, а именно то, что может пригодиться в боевых условиях. Увлекательная встреча с сотрудниками Смоленской полиции закончилась общей фотографией на память на фоне боевой машины «Тигр». Смоленск принял международную эстафету «Флаг КВН». Смоляне поздравили с 55-летием Клуб весёлых и находчивых концертом на массовом поле Лопатинского сада. Эта международная эстафета объединила 75 городов, в которых есть официальные лиги. Провести это мероприятие предложил президент Международного союза КВН Александр Масляков. Стереомысли, барракуда, ноунэмбэнд, свой плюс, Владимир Зазуля и заводной апельсин – всё это названия рок-групп, оглушивших берега Десногорского водохранилища на пятом юбилейном фестивале «Атомный угар-2016». О том, как это было, смотрите далее. Уже на саундчеке хедлайнера из Калининграда команды «Заводной апельсин» стало понятно, что публика готова к угару. В этом году организаторы «Рословский байкерский клуб» постарались на славу. Полевая кухня, баня, разнообразные конкурсы и, конечно, музыканты из разных уголков нашей необъятной родины. География этого фестиваля была очень обширна – Калуга, Брянск, Медынь, Калининград. А уж зрители, многие из которых были целыми семьями, съехались со всей страны. Мы каждый год приезжаем из Иркутска сюда, поездом едем, по своим братам двоюродам. Мы ждем просто хорошего настроения, хорошей музыки, качественного саунда и, действительно, вот этого угара атомного, который пообещали организаторы. Хорошее душевное мероприятие. Не первый раз здесь, наверное, третий или четвертый год уже. Хорошо, очень хорошо. Отлично отдыхается, все нормально, нравится. Ну, просто сидим, картички играем. В третий год постоянно ездим. Я рок люблю, слушаю постоянно. А вот жена, я не знаю, любит она рок или не любит. Ну, ездит, да? Ну, она приехала. Вот такой фестиваль. Конечно, на таких мероприятиях особенно актуальны вопросы безопасности. Здесь их также не оставили без внимания. Порядок на фестивале поддерживали рослальские полицейские. Сами организаторы и участники также не забывали о правилах предосторожности. Безопасность зрителей обеспечивается сухим законом среди организаторов мероприятия. Собственно, особым вниманием к тем людям, которые, может быть, где-то будут злоупотреблять спиртным. Потому что зачастую все проблемы на мероприятиях такого плана связаны с этим. Поэтому этому отводится особое внимание. Зрители не только с большим отрывом и удовольствием смотрели концерт, но и активно участвовали в конкурсах. Давай. Я на угаре! Два, три, четыре, пять. Считайте, куда? Попробуйте, вы в другой. В этом году организаторы не забыли и про зрелищность. Клуб исторической реконструкции «Тамахагари» из Смоленска показал свое мастерство. Песня «Тамахагари» Людей развлекаем на мягком оружии. Помогаем людям обучиться, понять историю наших предков, посмотреть. Ну и просто отдыхаем на фестивале. Конечно, не обошлось и без традиционных байкерских конкурсов. Рев моторов металлических коней участников оглушил и прибавил драйва. Зрители были в восторге от всего происходящего действа. Ведущий фестиваля Алексей Симоненко уверен, что атомный угар развивается и у него большое будущее. Люди стараются и каждый год делают его все лучше и лучше. Людей появляется все больше и больше. Это очень хорошая тенденция. Если она будет так же развиваться дальше, то этот фестиваль преврастет в нечто уже, ну, может быть, более громкое. Почти сутки берег нашего водохранилища был площадкой праздника прославления мото-движения Смоленщины. Все присутствующие набрались позитива и драйва. Апогеем атомного угара 2016 стало уже в полной темноте файер-шоу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok